Ну что, вот оттуда мы вышли с нашего парома красивенного принцессы Анастасии. Да он сзади-то стоит еще покрупнее нашего. И идем своим маршрутом. Решили первый раз не прокатнуться на метро Стокгольмском. Куда-то туда нам, вглубь. Вот это порт. А это мы. Вообще прикольно идти вот по соседству с такими каменюками. Велики везде и вот так тоже. Вот такой незаметный вход в метро с буквой Т. Ну что, сейчас пойдем. Всего-то метро. Скромненько. Сейчас зайдем. Ну да, совсем скромно. Не наш размах питерский. Так, пока я здесь что-то не вижу никаких цветочных горшков. Вижу только автоматы. Но нам явно не сюда... А, вот, наверное, здесь касса. А, или здесь. А, и что здесь. Да, наверное, здесь. Не прокнутся. Ты уверен, что здесь они не продают? Сто процентов знаю. Почти. 34,30 евро. Не знаю. Ну, мы находимся сейчас вот на красной линии. Герда, Гарда. Вообще, хотелось бы пройти Минпол, ехать по синей линии. Здесь вроде бы самые красивые станции метро. Сейчас попробуем. Посмотрим, как там попасть. А в итоге хотим на Т-централе. Где-то здесь. Ну, это пусть и найдем поближе к центру. Т-централе. Сейчас туда и рванем, посмотрим, во сколько. Поезд наш. Норд. Восемь минут. Через огню. Ну да, получается, мы здесь, нам централен. Раз, два, на третий должны выйти. Нормально. Станция-то скромная, конечно. Не наша красотичья, Вафтова. Ну, и без знания языка можно разобраться. Вот написано Норсбург. Шесть минут. Через шесть минут придет поезд. Норсбург – это конечная станция нашей ветки. То есть вот отсюда мы идем. И чик-чик-чик-чик-чик. До Норсбурга. На всяких форумах было написано, что билетик надо где-то штамповать как-то. Оказалось, что нет достаточно приложительных на турникете и все. Так. Как-то бесшумно прибыл поезд наш. Ну, пойдем. Сидушками с такими. Ну, вот следующая наша станция. Централен. Бегущая строка, поэтому не промахнешься. Так, ну, мы на центральной станции. Вот эта Централен. Нам надо теперь найти синюю ветку МТИ. На ней посмотреть уже красивые станции. Сейчас пойдем, будем искать. Спускаемся вниз. И вот, наверное, здесь синяя. Вот только в какую сторону и какие из этих станций будут, даже и не знаю. А, еще ниже. Ничего себе третий уровень метром. Ну да, здесь на этой станции сходятся все вне практически линии. Поэтому так. Ну и что? Это начинается уже красота. Первая пещера. Наверное, пещера. Но пока еще не особо впечатляет. Нет ощущения. Ох, вот это да. Зато переходы длинные вот с такими дорожками. Да, быстрая дорожка. Ну и вот такая пещерка. Для начала. 5, 6, 5, 6. Нам еще ниже. Да, уровней это впечатляет. Немало. Да? Здорово. Все люди почему-то туда стараются поехать. Здесь вообще никого нет. Это что, конечная что ли? Вот такая станция. Ну пещеры, пещеры. Да? Оригинальная, конечно. Ну уж прямо не ах. Поехали. Успеем. Ну здесь уже вот такой лагунчик. С сиденьем. Хорошо, удобно. Ну поскольку мы все равно не знаем, какие станции здесь самые красивые, так что решили выходить на каждой остановке. Прохладно вообще здесь. И в отличие от Петербурга народу-то никого у меня. Телефон. Ну очередная станция с такими сводами. Интересно, где мы сейчас-то находимся. По синей ветке. Это вот мы вот здесь. Вот наш центральный. Страшненькие, конечно, у них станции. Но есть и расписные имена. Вот не знаю, с чем и связано. Время половины 12-го. Станция метро просто пустая. То ли шведы предпочитают передвигаться наземным транспортом. Не знаю, может быть, цена высокая. Но во всяком случае, людей-то никого. Пустые станции. Сейчас посмотрим. Опять идем на свое направление. Центральным. Куда мы хотим добраться. Переходов много. Но все понятно. Это все скалы. Ну да, зато не надо мрамором выкладывать. И опять никого. Ну вот тоже конечная станция. Зелененькая такая. Надо же, почти водопадная. Ну не водопад, это, наверное, как источник какой-то из-под земли. Или сверху мы просачиваются. Такие пещерки. О, еще и скульптуры. Здесь тоже вода течет. Ну да, прямо впечатляет. А какая? Это как конечная, наверное, станция. А, направление Акала. Красиво. Скучают шведики. Да, даже на центральной станции у них немноголюдно. Совсем прямо не много людей. Ну хоть здесь какая-то движуха есть. Есть люди еще в Стокгольме. Лесенки с такой подсветкой. Шведы прямо сильно выступили. Смотрите, как в будущем. Продолжение следует. Продолжение следует.